Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! Меня зовут Дмитрий Патреваев, я тот человек, который ведет портал Cgscope, соответственно, канал Cgscope, где для вас выпускаю бесплатные видеоуроки по разным направлениям компьютерной графики. Этим небольшим вступлением я бы хотел представить и заложить основания нового курса, нового направления. Это уроков по программе Houdini. Программа Houdini является программой для трехмерного моделирования анимаций, а также для процедурного трехмерного моделирования и анимаций. Это инструмент, который очень интересен своим необычным подходом. Он использует нодовый подход для создания объектов сцены. Также этот инструмент очень интересен своими особенностями в области эффектов, визуальные эффекты, мошен дизайн, 3d графика, в общем, потрясающая программа. Поэтому я бы хотел рассказать то, о чем я знаю относительно этой программы, какие методы подходы использую. Ну и будем с вами параллельно на протяжении этого курса обучаться. То, что узнаю, я буду делиться с вами. Ну и, соответственно, вместе мы будем с вами активно развиваться в этом направлении. Уверен, что этот материал будет вам интересен. В этом вступлении хотел рассказать, что наконец-то и, в общем-то, поделиться этой радостью, что появилась возможность делать эти уроки регулярные на постоянной основе. Буду со своей стороны прилагать усилия для этого. Также буду рад очень слышать ваши комментарии и пожелания относительно разных направлений, которые вам интересны, чтобы выпускать контент, который не только будет полезным, как мне кажется, но и интересным непосредственно для вас, потому что, в общем-то, делается все это для вас. Итак, кому интересен будет данный курс и кто сможет для себя извлечь пользу из него? Ну, в первую очередь, это новички в области 3D-графики, потому что мы начнем с самых простых вещей и дальше, по мере выпуска новых уроков, будем усложнять материал, дополнять его новыми инструментами. Также будет он интересен тем, кто уже работает с трехмерной графикой, но на базе других программ, например, таких как 3D Max, Maya, Blender, Cinema 4D, возможно, другие пакеты, которые я еще не назвал. Потому что в Houdini очень интересно развивающийся продукт, динамично развивающийся и те подходы, которые в нем используются, частично, возможно, представлены в других программах. Но лично после моего знакомства с ним он для меня открыл новые грани и понимание вообще, как работает графика. Поэтому с этим спешу с вами и поделиться. Уроки, которые будут выпускаться, будут теперь выпускаться в новом формате, в формате Full High Definition 1920 на 1080, 60 кадров в секунду. Надеюсь, это даст возможность максимум извлечь пользы и с комфортом для себя просматривать этот обучающий материал и извлекать из него пользу для себя. И, в общем-то, пожалуй, наверное, это все, о чем хотел сказать. В этом вступительном видео я решил вам представиться лично сами пообщаться с вами. Ну а в будущем, конечно, скорее всего, наверное, свое лицо не буду отображать. Будем смотреть на записи экрана. Ролики, уроки будут в более коротком формате теперь. Они будут адаптированы для онлайн-вещания. Они будут максимум 30 минут, может даже где-то меньше немножечко. И, надеюсь, будут насыщенными полезной для вас информацией. Ну что ж, на этом, пожалуй, все относительно вступления. И давайте перейдем к самой интересной части. Поговорим о том, что же себя представляет программа Houdini от компании SideFX, в каких индустриях ее можно использовать, в каких аспектах мы будем рассматривать эту программу в уроках нашего курса. И также посмотрим, каким образом ее скачать, какие системные требования для этой программы. Вот. И после этого, наверное, перейдем дальше к интерфейсу и прочим вещам. Ну, в последующей серии уроков. Хорошо, тогда на этом делаем остановку и переходим к интересностям. Поехали. Итак, сейчас самое время пройти более детально по тем пунктам, которые в нашем вступлении только что озвучил. Начнем с того еще разок, что же такое Houdini. Итак, программа Houdini это очень мощный инструмент, который занимается процедурным 3D-моделированием и анимацией. Возможно, очень... кто-то, может быть, из вас слышал такой термин, как DCC. В сфере компьютерной графики это сокращение означает Digital Content Creation. Так вот, программа Houdini является полноценным инструментом, полноценным DCC-инструментом, то есть инструментом для создания цифрового контента какого-то. То есть, вы, используя эту программу, используя компьютер, Marche создавает цифровые изображения, цифровой материал, который в дальнейшем может каким-то образом использоваться. Это могут быть пререндеренные видео анимации, это может быть материал, который используется в приложениях, которые в реальном режиме времени обрабатывают графику, это может быть материал, который используется для печати в принт-индустрии и так далее и тому подобное даже для 3d печати то есть сфера очень огромная это конечно же направление компьютерных игр то есть все это для всех этих индустрий программы будильни дают возможность создавать контент наполнение материал такой конечно вы наверняка слышали о других программах даже мои старые уроки были посвящены программы например 3d max вы слышали о других программных решениях от той же самой компании автодеск например майя других компаний например blender cinema 4d moda soft image тоже который данный момент автодески владеет то есть эти программы в общем то они являются такими инструментами инструментами в которых мы можем создавать цифровой материал и потом каким-то образом где-то его использовать но особенность гудини заключается в ряде уникальных аспектов то есть она на рынке очень выделяется своими особенностями я бы выделил три такие направления но опять-таки сразу хочу сказать это исключительно мое мнение то есть я не являюсь экспертом ни в этой программе не в индустрии чтобы сказать что это так и все такого мнения придерживаются это мое личное мнение три направления которые я бы выделил дающие уникальность этой программе что это за направление первое это то как гудини манипулирует с 3d данными как она их обрабатывает как она позволяет нам давать возможность эти данные преобразовывать и какой материал мы можем получить в результате вот то как это делает гудини я такого не сталкивал не видел еще не нигде ни в никакой другой программе второй момент это процедурность то есть этот подход который дает возможность создавать материал таким образом что вы легко и просто можете на основе уже имеющегося материала получать огромное количество видоизмененных копий например тех же самых 3d моделей можно создать одну модель базовую но грамотно ее продумать и в будущем вносить в нее манипуляции будет легко и просто и вы сможете получать новые уникальные модели на основе вроде бы одной и той же модели мы об этом будем говорить более подробно уже в последующей серии уроков чуть дальше в этом курсе ну и третий момент я его немножечко озвучил уже во вступлении это нодовый подход в работе то есть каждое действие которое вы делаете в гудине но отображается как но да или узел правильно рассказать и и эта система дает возможность вам строить ваш network то есть вашу сеть состоящую из таких вот узлов которые взаимодействуют друг с другом и передают данные одни из другого это дает возможность работать не деструктивно то есть в отличие например такой программы как 3d max где если вы сделали определенное количество шагов история ваших действий заполнилась вы не делали резервных копий не сохраняли какие-то промежуточные результаты то вы уже можете с трудом едва ли вернуться к первоначальному первоначальным объектом вашей сцены к вашей модели что-то изменить это бывает трудно в мае это немножечко программа мая у нее немножко они по-другому поступили там есть возможность в дольшей степени вести историю но тем не менее определенные шаги или манипуляции или даже со временем чтобы разгрузить машину приходится делать удаление истории даже в этой программе и опять таки если вы не делали резервных копий у вас нет скажем так бэкапов то вы соответственно данные уже свои не вернете в гудине совсем иной подход вы практически опять таки если вы правильно и грамотно продумываете структуру вашей сцены то вы в любой момент можете вернуться практически к любому этапу даже в одной и той же сцене без перед сохранений и сделать там изменения которые вам будут нужны эти изменения если вы опять-таки грамотно продумывали вашу сцену пересчитаются и вы получите новый финальный результат то есть подход очень интересный вот эти вот три аспекта в гудине уникальны как манипулируют с 3d данными процедурность и нодовый подход в работе я бы также еще выделил ну скажем да даже не выделил а сказал чуть подробнее относительно того как гудине манипулирует с 3d данными я привел бы такой пример не знаю насколько он будет таким показательным но попробую то что мне пришло в голову давайте представим что мы допустим зритель в театре да вот это то как мы работаем с наших 3d программах мы в театре находимся у нас определенное место например с того места откуда сделала съемка этого кадра мы сидим на своем месте да мы прекрасно видим часть определенных зала людей которые пришли мы видим то что происходит на сцене и в зависимости от места нашего положения мы можем лучше или больше видеть часть сцены да иногда что-то может нам мешать но тем не менее нам доступно не все например мы не видим людей которые сидят под нами если мы находимся например на втором этаже допустим или на последующих этажах да не видим что в ложе может происходить раз второй момент мы не видим всего абсолютно что проходит на сцене можем не видеть например часть там закрыта кулисами или еще чем-то и конечно же мы вообще не видим того что происходит за сцену вот я бы представил такую ситуацию это то как дает пользователю работает с 3d данными например пакет 3d max я с ним работал поэтому могу это сказать то есть опять таки это неплохо иногда для некоторой категории людей этого вполне бывает достаточно сидеть на своем месте и видеть только то что можно то есть интерфейс программы 3d max его инструменты манипуляции дает нам возможность сделать определенные инструменты иногда это хорошо мы можем не соваться в другие отрасли нам это не нужно если мы хотим расширить наши возможности нам нужны какие-то плагины дополнительные модули которые дадут нам больше власти что касается допустим программы которые чуть более продвинута в этом направлении например программа maya я бы сравнил ее как с тем как будто бы мы с вами находимся уже на сцене эта фотография приблизительно отображает то что мы видим то есть смотрите мы видим всех людей в зале раз мы видим то что происходит на сцене 2 и в принципе если мы скажем так повернем голову немножко вправо влево то мы увидим даже то что немножечко там не так далеко происходит за сценой какие-то цикулисные действия вот программа maya дает возможность получать и манипулировать даст данными в подобном ключе то есть часть вещей нам доступно мы очень многое можем делать теми инструментами которые доступны плюс если необходимо более продвинутые пользователи могут более комфортно манипулировать этими данными они более открыты но в то же самое время не все абсолютно доступно для манипуляции и вариант 3 это программа гудини да я бы ее сравнил с тем как человек находится за кулисами вот эта фотография нечто подобное отображает эту концепцию то есть мы видим не только то что происходит в зале на сцене там может быть в оркестровой яме но и непосредственно всю ту кухню которая происходит за кулисами то есть все подготовки которые там выполняются декорации всю ту команду которая работает вот фактически гудини дает вам полный контроль над манипуляцией данными вы можете делать все что угодно и как захотите все рычажки все управление вам доступно вы можете как угодно манипулировать ими вот такой пример очень хорошо иллюстрирует то что может гудини чего не могут другие программы но опять таки это не значит что гудини хорошая или плохая программа лучше или хуже других программ другие плохие это хорошее нет дело в том что просто в каждом конкретном случае тому или иному пользователю нужна возможность пользоваться определенными инструментами использовать более глубоко какие-то функции или иметь полный контроль кому-то комфортно с другими программами несмотря на то что они дают ограничения но он выполняет прекрасно в них свою работу и счастлив кому-то нужно больше свободы и манипуляций ну а кому-то требуется полный контроль над над данными лично мне например очень понравилась гудини именно этим своим подходом этой особенностью это то что у вас есть возможность полноценно манипулировать данными как вы хотите то есть я бы в принципе программу гудини назвал не просто программы для 3d моделирования анимации а некой такой платформой для экспериментов у вас есть все абсолютные инструменты чтобы как угодно выстроить вашу сцену без каких-либо ограничений и на каждом этапе на каждом шагу вы можете проконтролировать тот или иной момент как он происходит если нужно внести в него изменения от вас не скрыто ничего абсолютно вот это одна из особенностей этой программы это очень лично мне она очень нравится я надеюсь когда будут в уроках эти моменты проясняться вам также понравится этот подход хорошо давайте тогда перейдем к следующему пункту поговорим о том где же мы можем найти программу опять-таки у этой программы есть разработчик эта компания сайт fx поэтому в принципе воспользовавшись поиском вы можете разные способы разные ключевые слова вписывать чтобы найти программу можно записать гудини и ограничиться только этим фраза этой фразы поиск делать по ней но чтобы исключить ненужные варианты можно писать версию текущая последняя версия 16.5 можно написать просто 16 можно писать сайт fx название компании в любом случае скорее всего первых несколько ссылок переадресуют вас на сайт создателей компа программа этой компании сайт fx и вы соответственно сможете получить доступ к описанию самой программы поэтому особо никаких трудностей здесь нет более детально хотел бы немножечко рассказать вам относительно версии программы если мы с вами зайдем главное меню на сайте продукты мы увидим здесь целый список того какие есть версии этой программы так вот какую жизнь их выбрать какая нужна и в чем их отличие но для начала давайте зайдем в первую подкатегорию что такое вообще гудини здесь очень коротко здесь конечно рассказывается больше о нововведениях которые появились версии версии 16.5 от версии к версии разработчики делают потрясающие инструменты и за последние лет пять гудини очень сильно преобразилась если взять наверное десятилетний период хотя тогда я лично с ней не был знаком еще но там говорят еще больше изменения потому что раньше она больше была менее скажем так дружелюбно пользователям только избранные люди могли с ней разбираться понимаете там скажем так больше нужно было быть программистом чем художником чтобы в ней что-то делать сейчас же в корне подход изменился поэтому здесь в основном информация относительно изменений в этой программе есть все необходимые инструменты для выполнения огромного количества задач и по моделированию и по эффектам и по развертками по обработке текстур даже есть инструменты для композитинга вот все это есть составе поэтому в принципе потому и называется этот комплекс как бы 10 до digital content creation инструмент то есть мы можем создавать в нем все значит относительно версий а я бы сразу перешел на закладочку сравнение compare где мы с вами можем посмотреть списке разных версий понять в чем их отличие значит в принципе существует несколько версий гудини все они основываются на одном скажем так ядре да но каждая для своих для своей специфики используется и так есть инструменты которые полноценно можно использовать в коммерческом производстве это версия гудини корр и гудини fx есть версия инди она используется для индивидуальных разработчиков и есть обучающие версии вот они education и apprentice и одна и вторая в принципе направлены на то чтобы программу изучить а дальше уже использовать ее по необходимости в той сфере которые нужны и так основа основы это гудини корр это как правило версия включает в себя инструменты смотрите по моделированию как поле как по полигональным моделированию так и другие способы моделирования которые есть гудини гудини например работает с объемными формами с вокселями с волиумом и очень интересное там потрясающее моделирование на основе этих форм поэтому все инструменты моделирование есть в этой версии инструменты для модификации и генерации изменения ландшафта терна присутствуют инструменты для работы с персонажами имеется ввиду инструменты для моделирования персонажей инструменты для рига и анимации персонажей скиннинга все это присутствует здесь инструменты для анимации причем вы не есть не только по анимация по ключевым кадрам если динамической анимации есть и анимация каналов процедурная анимация очень интересная вещь, тоже о ней будем говорить в уроках. Есть инструменты по освещению, по визуализации. В Гудине встроен очень продвинутый рендер, который называется Mantra. Он, конечно, не самый быстрый, но тем не менее очень детально дает возможность настраивать рендеринг. И есть инструменты для композитинга даже. А, ну Volume вот отдельно, в принципе, вынес, я его говорил о некоторых инструментах моделирования здесь. Есть также Volume и здесь для работы с такими формами. Очень интересный, кстати, подход, будем о нем говорить. Сейчас многие программы начинают добавлять у себя, многие другие разработчики других программ начинают добавлять работу с Volume. Гудине в этом плане был пионером и, в принципе, потрясающие инструменты у него есть для создания форм на основе Volume. Будем тоже говорить об этом. На этом возможности Houdini Core заканчиваются. То есть вот его специфика. Дальше Houdini FX. Он включает в себя все то же, что Houdini Core, но дальше идет добавление фишек, которые непосредственно к эффектам имеют отношение. Работа с пиротехническими эффектами. Это огонь, дым. Флюиды. Работа с жидкостью, разными жидкостными средами. Ричдбоди. Твердые тела. То есть динамика твердых тел, разрушение твердотелых объектов. Патиклс. Частицы. Краус. Толпы. То есть симуляция работ с толпами. Гудине есть такие инструменты. Клоссдинамик. Симуляция динамической тканей. И вайродинамик. Это динамическая симуляция проводов, тросов. Вот как бы в этом ключе. Вот. Значит эти версии коммерческие, платные, очень дорогие. Если опуститься немножечко ниже, где отображается цена этих версий, видно, что Houdini Core стоит почти 2000, если покупать ее долларов. Houdini FX 4500. То есть очень огромные суммы. Вот. Поэтому не так давно была выпущена версия Houdini Indie. Это та версия, которой, например, я пользуюсь. Смотрите, у нее есть весь функционал, который входит в Houdini FX. Единственное, что у нее есть несколько особенностей. Вот чуть-чуть ниже есть информация по форматам. Она использует свои специфические форматы. Поэтому, допустим, форматы других программ она открывать не сможет. Имеется в виду других версий Houdini. Но открывать сможет, но сохранять их в тех же версиях не сможет. То есть у нее свой формат хранения данных. И у нее есть ограничения по выходу финальной картинки на рендере. То есть 44096 на 4.096. То есть есть вот такое вот ограничение. Ну и по цене она, конечно же, просто прелесть. 270 долларов ежегодно. То есть лицензия, которую нужно обновлять каждый год. Но, по крайней мере, она теперь для большого количества пользователей стала доступна после того, как появилась такая версия. Что касается двух других версий. Education. Она доступна только для учебных заведений, которые являются партнерами компании SideFX и где обучают этой программе. Там лицензия на нее стоит очень дешево. 75 долларов ежегодно. И та версия, с которой я рекомендовал бы вам начать первоначально. Apprentice. Это учебная версия, которая имеет весь функционал, как и FX, то есть максимальная версия. Но она сохраняет данные в своем специфическом формате. И другие версии Houdini имеются в виду Houdini Core, FX. Они могут открывать эти файлы, но вы в Apprentice версии не сможете пересохранять файлы для этих вышестоящих, скажем так, версий. У нее нет возможности экспорта FBX и Alembic форматов, но она может их импортировать. И также экспортирует OBG и свой внутренний B-Geo формат. Изображения, которые вы делаете на рендере, они будут иметь watermark. В уголочке будет написано, что это рендер сделан в Houdini. И размер финальной картинки рендера ограничен половиной High Definition, то есть 1280 на 720 пикселей. Но она во всем бесплатна. В этом тоже ее преимущество. Я начинал с этой версии, вам советую скачать ее, работать с ней, а потом при необходимости уже перейти на ту версию, которая подходит вам. Вот таким вот образом. Поэтому вот в чем разница между разными версиями. Чуть ниже есть еще информация о таком плагине очень интересном, который называется Houdini Engine. Очень интересный плагин. Он, кстати, в Индии версии доступен по умолчанию, бесплатно. Этот плагин позволяет дать возможность некоторым игровым движкам, например, Unreal и Unity 3D, а также некоторым программам Maya 3D Max в этом году будет поддержка. Дает возможность этим программам работать определенным образом с файлами сцен Houdini. То есть вы в Houdini можете создавать определенные сцены, они называются HDA, Houdini Digital Assets. Это специальный формат данных, который вы подготавливаете. И потом, благодаря этому плагину, эти игровые движки или эти программы для 3D моделирования анимации могут использовать определенный функционал Houdini внутри себя. Но более подробно я об этом расскажу, когда мы в уроках будем затрагивать эту тему. Но вещь очень потрясающая, очень интересная. Хорошо, давайте теперь перейдем к следующему пункту, который нам интересен. Это как же нам получить Houdini. Наверху у нас, соответственно, есть с вами пункт Get получить. Здесь мы можем купить определенную версию, если нам интересно, или же скачать. Зайдем в Download, чтобы скачать нужную нам версию. Вот наверху есть кнопка Download, щелкнул на которую сразу начнется скачивание под вашу операционную систему самые последние текущие версии Houdini, которые являются официально за релизиной. То есть так называемый Production Build. Проверенные, оттестированные и готовые к работе. Вот размер файла, который нужно скачать. Сайт сразу определяет версию вашей операционной системы. В моем случае это Linux, поэтому версия под Linux. Если нужно, я вот нижними кнопками могу скачать другие версии. А в вашем случае будет, скорее всего, версия той, та версия, которая соответствует вашей операционной системе. Если вдруг вы хотите скачать какую-то специфическую версию Houdini, более старую, или там ежедневные билды, которые не совсем как бы проверены. Вообще билды делятся на две версии у разработчиков SideFX Production, то есть проверенное тестирование, и Daily, которые являются более новыми, современными, но еще не протестированы. Поэтому, в принципе, могут содержать какие-то ошибки и глюки. Поэтому, в принципе, зайдя либо в одну, либо во вторую категорию, вы перейдете в выбор разных версий и разных билдов. Вверху появляются списки, то есть вы можете выбрать только Production билды. Вот они доступны под разной операционной системой, и разные версии внизу видно. А также вы можете перейти, например, в Daily Build, то есть тут более свежее обновление, хотя, как я уже сказал, не всегда стабильное. Можно быстро сделать фильтрацию по выбранной вам операционной системе и скачать нужный файл себе на компьютер. Что касается процесса установки, он очень простой. Если вам понадобится помощь, вот здесь в категории Support в главном меню, в категории Troubleshooting вопросы, часто задаваемые, есть вся информация касательно того, как устанавливать программу, как ее загружать, как ее инсталлировать, то есть все абсолютно вопросы здесь отвечаются. Да, на английском, но если будет необходимость, несложно эти куски скопировать и через, например, тот же самый Google Переводчик перевести, чтобы понять общий смысл. Вообще процесс установки никаких сложностей не имеет. После того, как вы программу установите, у вас появится целый список программ. То есть, смотрите, в Houdini по умолчанию устанавливают все версии, и Apprentice, и Core, и FX, и Indie. Вот, они все доступны, но работать вы сможете с той, на которой у вас есть лицензия. При первом запуске программы файл менеджер лицензии попросит установить Apprentice-версию, вы выберете там учебную Apprentice-версию, он ее установит бесплатно. А для всех остальных версий нужно вводить ключ лицензии, который вы получаете при покупке программы. Поэтому, хоть они и есть, в принципе, но фактически это ядро одно, и тоже просто, скажем так, разные поднастройки запускаются. Программы, то есть программа одна. Это не значит, что у вас там 4 или 5 версий программы. Нет, программа одна, инструменты одни, просто в зависимости от файла запуска такой тип лицензии стартует. Вот, значит, после того, как вы программу установите, она будет готова к работе, процесс установки ничего сложного не представляет. Серия да-да-да, дальше-дальше и так далее. Вы выбрали путь, серия таких шагов, в результате у вас как бы готовый продукт, готовая программа для работы. Чтобы проверить, какое нужно оборудование для программы, вы можете здесь же в категории Support зайти в System Requirements, системные требования. И здесь разработчики дают всю необходимую информацию. Итак, по поводу операционных систем. Все понятно, Windows 7, 8, 10, 64-битная желательно. Почему? Потому что количество памяти требуется большое. Значит, относительно Mac OS, Linux версии разных дистрибутивов, все присутствует. Чуть ниже относительно памяти, 4 гигабайта минимум. 32-битной версии, в принципе, в Houdini не существует. Почему? Потому что ей требуется минимум 4 гигабайта памяти, для того, чтобы она только запустилась и только работала. А 32-битная версия, она не поддерживает 4 гигабайта памяти, только 3 гигабайта операционная система ваша видит, поэтому Houdini там даже не запустится. Так что только 64-битная операционная система. С самой Houdini, чтобы комфортно работать, нужно 8 гигабайт. Даже нет, скажем так, это минимальные системные требования, 8 гигабайт. А для того, чтобы, в принципе, работать комфортно со сценами, нужно память поднимать. То есть, они рекомендуют до 64 гигабайт увеличивать память операционную, в случае, если вы будете серьезно работать с симуляцией флюидов, жидкостей и с динамикой. Процессор. Intel и AMD процессоры поддерживаются. Технология SSE должна присутствовать в них. 2 гигабайта пространства требуется на жестком диске. Что касается устройств ввода, трехкнопочная мышка, колесико для скроллинга, вакуум-планшет рекомендуется. И можно не только делать навигацию, но и определенные инструменты в Houdini, которые чувствительны к нажатию, также будут работать с планшетом, если у вас есть. Ну и самое тонкое место, конечно, это графическая карта. То есть, нужна с поддержкой OpenGL 3.3 или 4+. Версии. Минимум, чтобы 2 гигабайта видеопамяти было у вашей карты. Хотя, если там несколько мониторов используются, или большие ресурсы, то лучше, конечно, 4 и больше. Графическая карта должна поддерживать OpenCL версии 1.2 и так далее. Рекомендуется самые свежие драйвера закачивать. Вот для Windows системы пишется, что это 3.9077 версия. Причем они тут делают оговорку не использовать вот эту версию. Вот для QuadroCard свои. И так далее. Для AMD, для Intel все присутствует. Теперь для Linux та же самая информация. И так далее. Если хотите, вы можете зайти вот сюда, вот кнопочка Supported Cards, и найти здесь вашу видеокарту, чтобы убедиться, что она официально поддерживается. И вы можете с ней работать. Сверху идут Pro, карты профессиональные. Это Quadro, это Fire, Fire Pro или FireGL. А внизу обычные, как бы, игровые карты на разных процессорах. Ну, или мобильные процессоры. Вот. То есть, ну, это не значит, что если вашей карты здесь нет, она работать не будет. У меня была карта, которая не присутствовала здесь. И, тем не менее, она тоже работала. Вот. Так что, в принципе, не проблема. Но главное, чтобы основные требования поддерживались. Вот. После того, как вы установили программу, запустили ее, интерфейс программы будет выглядеть вот таким вот образом. Вот это интерфейс программы по умолчанию. И в следующий раз мы как раз с вами и продолжим разговор непосредственно уже о самой Houdini. Мы поговорим о том, как называются части интерфейса, чтобы, когда я пояснял ее, мы с вами говорили на одном языке, чтобы вы понимали, куда смотреть и на какую область реагировать, переводить ваш взгляд. Мы поговорим о перестройке интерфейса в случае чего, если вдруг на начальных этапах вы что-то где-то отключите, закройте, не сможете найти, как это сбросить и вернуть к первоначальному положению. Мы в следующий раз поговорим с вами об инструментах навигации, как в разных окнах программы Houdini мы можем выполнять навигацию. И, возможно, также затронем тему сохранения файлов, создания проектов, открытия. То есть такие самые первые основы, которые нужны для того, чтобы первоначально начать себя комфортно чувствовать с программой. Ну а дальше в последующих уроках будем, конечно, наращивать объем наших знаний для того, чтобы как можно большую пользу для себя вынести. Итак, на этом я сегодня сделаю остановку. Мы достаточно уже записали информацию. Не хочу большим количеством информации вас грузить. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Я буду рад на них ответить. Постараюсь сделать это оперативно. А если видео вам понравилось замечательно, ставьте лайки. Это позволит этому видео продвигаться дальше. И большее количество пользователей может быть заинтересовано. Также не забывайте, что вы можете поддержать нас тем, что дадите доступ к этому видео вашим друзьям, знакомым, которым также интересна тема трехмерной графики, моделирования и анимации для разных индустрий. И, конечно же, буду рад встретиться с вами в дальнейших уроках. Надеюсь, мы сможем очень интересно с вами посотрудничать. Так что всего хорошего. До скорой связи. С вами был Дмитрий Патрилаев. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!